Я, например, стопроцентная вебсянка и самоучка, папа с мамой в семье все говорили. Вот теперь уже молодое, еще вот наше поколение, так постарше, знает от и до вебский язык. А уже младшее поколение, те, конечно, только азы. И благодаря вот нашим девочкам из центра, они в детском саду, это я давно уже хотела сделать, но вот потом ушла на пенсию. И вот они теперь занимаются с детьми. В 1987 году я пошла на работу в школу, ушла. А до этого я работала, разную свою работу, сама учительница по образованию, русский литературу вела в школе физкультуру. А потом меня, в общем, пригласили на работу за кабинетом политпросвещения, где я 8 лет почти проработала. Ну и 8 лет проработала. И вот такие книжки были изданы нашими историками о Подпорожье. И я открываю книжечку и смотрю, в этой книге на последних страницах как раз идет сообщение о том, что хронология событий по истории освоения и экономического развития Подпорожького края. И первая срочка, 1137 год, первое упоминание поселений Юксовичи и Винницы. Там Юскала была и в Юнице. В уставе князя Святослава Ольговича. Ну я, в свою очередь, конечно, просчитала. Как раз 850 лет выходит этому событию, первому упоминанию. Ну как наши историки говорят. Мне вообще потом говорили, что и раньше было. И я сама посмотрела. Про весь, везде писали. Ну вот. И сообщила, конечно, своему секретарю парткома. А потом горком партии тогда еще существовало. Все, Советский Союз был. Прошла первая конференция. И вот решили тогда еще и праздник праздновать. И затем провести первый вебский съезд. Приехали к нам тут со всех были делегаты населенных пунктов. И Вологодская область, и Карелия. Все, в общем, приехали. Ну и я как раз в секретариате была. У меня еще эти бумаги до сих пор хранятся. Что мы писали, все собрано было. Еще до этого, значит, на нашей школе я уже вела кружки и факультативы по вебскому языку. До работы учила всех культработников в библиотеке. Вечером собирались. Семья была по боку. Ну и я доска школьная. И вот знакомилась с первыми учебниками, какие были. Абыкир на вебском языке. Красочно изданная книга, очень хорошо оформлена. Вот такие рассказики, где даже и стишки маленькие. Тут тететейни, например. Ну и вот вышла вторая книга. И появились у нас свои поэты. И вот теперь у нас нет уже поэта одного. Но я хочу все-таки вам и познакомить. Например, вы, может, услышите что-то знакомое. Все равно где-то проскочит финно-угорье так наше. Та там ляксиболха. Мецхамяне деда. Меня астуншколха. Меня энтедан. Меня махтан санда. Юкскахскумы нель. Войшкандан лугеда. Чомамидян кель. Ну вот, это мальчик рассказывает, что отец ушел в лес, дедушка за брусникой ушел. А я иду в школу. Вот это стихотворение такое. А тут еще и стихи нашего директора бывшего школы. И у него есть другие еще. Мне нравится очень его стихотворение. И в конце как раз очень интересно, что он говорит, не забывайте свой язык, не забывайте свой народ. Стихотворение так вот. Это Виктор Петрович Ершов. Вот это стихотворение. Значит, ум держи и не забывай своих корней, не теряй. И не забывай свой язык. Мне очень нравится это стихотворение. А потом уже вот вышли для других уже. Это для четвертого, третьего, четвертого. Даже по природоведению. Но я как раз на этом потом закончила работу. Ну и нам попросили написать им в школе, кто хочет повысить квалификацию, то, пожалуйста, пишите работу. Ну вот, написала, провела работы такие с ребятами, открытые уроки, затем беседы. Мальчишки идут с гармошками, девчонки сидят как на беседе. Кто придет, кто вяжет, кто что делает, а мальчиков-то нету. А где же парни-то? А парни сейчас придут, я хозяйка дома. У меня был вначале школьный музей открыт. Но в школе собирали. Даже первые буклеты, когда культработники выезжать только начали. Армаз коллектив наш известный, теперь уже ездит везде и всюду. Ну вот, они у меня фотографировали в школьном музее, классе. Школьники, ученики четвертого класса, третьего класса ездили со мной. В четыре утра мы вставали зимой, на зимних каникулах. В пять часов мы уже садились в автобус и ехали по деревням. Вот у меня сын тоже ездил в четвертом классе. И стали собирать экспонаты, собирали везде. Даже бабульку, вот запомню, одна бежит сапогами, говорит, Вера Васильевна, возьмите сапоги, пожалуйста. Я ее знаю с детства, они меня Верой звали, а тут вдруг они у меня по имени-отчеству. Возьмите, а так говорит, внуки уже на помойку унесли. Потом у нас такой был Дима Зайцев. Он принес кувшинчик маленький такой. Я хочу, чтобы мой экспонат был здесь. Мальчик принес новый серп. Надо что-нибудь свое принести, вот именно, чтобы здесь было. Ну и, в общем, собирали везде. Теперь у нас и был макет печки сделанный. Ну, потом вот ремонт тоже сделали. Сейчас уже там полностью центр уже. И мастера наши работают, мастер-классы проводят. И кукольный театр внизу хорошо. Самое еще скажу, самое главное, вот это образцы вепской речи. Книга давно выпущена. Здесь и сказы, и привороты, и заговоры, и приметы, и все, что угодно есть. Начинаются рассказы учитель географии озерской школы, где я сама училась и преподавала. Матвеев Александр Семенович рассказывает, как у него была собака Корзон, как он ходил на охоту, и внизу переводы. И песни озерские, частушки озерские. Вообще на вепском языке очень протяжные песни. А частушка вообще поется по-другому. Ну что, платок хорош, платок хорош, а края-то лучше. Есть, значит, у нас парни хороши везде, а озерские лучше. Потом уже появились у нас, конечно, и люди, которые пишут полными книжками. Очень много. Абрамов Николай наш Викторович уже. Он вообще мировой у нас поэт и писатель. Очень хорошо у него. Мне нравятся его стихи. Колодец. Как они с отцом копали, копали. Уже рубашка стала, как у бурового медведя. Это шерсть такая бурая, от пота. Ну или зеркало стихотворения, тоже хорошее его очень. Что переводы у него. Высоцкого, Евтушенко, Есенина переводы. Собралась и написала первую книгу по материалам нашей газеты «Свирские огни» про Винницы. Это в хронологии. Если сельское хозяйство, то сельское хозяйство. Если народное образование, то тоже. И здравоохранение, лесная промышленность. Фотографии здесь есть, но меньше. О людях разных есть стихи. О Винницах стихи очень хорошие. И вот вышла у меня книга в двух томах. «История Вепского края» и «Вторая. Люди и культура Вепского края». Очень много фотографий. Не жалела, собирала у всех, спрашивала. Мои родители, вот они там на фотографии сидят. А тут папа с мамой. Тут мы с семьей еще. Папа пока живой был. А потом его не стало. Дядя с нами тут просто по соседнем доме жил. Вот по деревням. И людям, конечно, нравится письма с фронта. Ну, здесь еще, конечно, я еще даже не работала в школе, а уже проводила работу, переводами занималась. Потом начала я делать вот такой словарь. Это уже картинки. Просто для художника работа была бы. Пишу на вепском языке и перевод. Вот у нас большое значение, конечно, имеют и Строгальщикова Зинаида Ивановна, и Зайцева Нина Григорьевна. Там они очень много Пасюкова. Светлана... Ой, сейчас прошу уже прощения, что позабыла. Давно не видела ее, соскучилась. Ну вот. И они нас растолкали. Вот Абрамов-то и стал как раз Кума Кимикума, 33 года возраст Христа, писать. Потом вот наша же, наша ученица занималась. Это пока делала еще Карельская. Вот видите, какой, как в картинках словарь тоже хороший, очень хороший. Ну вот. Вышли словаря, даже русско-вепский разговорник есть. И русско-вепский словарь есть. И вышли у нас и Библии, а теперь уже стали писать и наши... Вот писали о женщинах Пресвирья Шадрова. Нет уже Лидии Васильевны живых. Она писала. Теперь Курилов мне сказал, вы свое дело сделали, теперь наше дело делать. Ну, первые книги, потому что вышли вот у меня. Вот он пишет о наших населенных пунктах. Много пишет Лебедева Валентина Васильевна. Я сюда не взяла книжек ее. У нее отличные книжки. У нее даже то, что вот мы можем в мыслях старшее поколение слышим, знаем эти слова, а которые молодежь не знает. И даже как бы интимное, и ругательство она все вот это собрала. И вот сейчас вышла ее последняя книга Вепсы. Вот вышла книга Тутти-Тотти. Я вообще-то с сыном со своим занималась. И некоторые рассказывали ему такие колыбельные или что-то, поговорки. Вот эта книга Ершовой Светланы Ивановны. Жукова теперь она в Карелии. Но мои ученицы. И Кукаева, я не взяла книгу. Кукаева Надежда Анатольевна тоже вот выпускает и для первого класса. Это принести, так у меня надо весить очень много. Здесь, в Подпорожки район, стали писать вот все. После этого книгу такую напечатали. Есть фотографии хорошие в середине немного. Ну и вот я тут где-то выступаю на каком-то мероприятии. Моих 50 листов. Я вот дала своего материала, чтобы они использовали в нашем крае. Писала Павлова Клавдия Степановна. Очень хорошие стихи на вебском языке. Абрама Мария Алексеевна, мать Николая Викторовича. Сама пишет вот стихи такие очень хорошие. То, что вот помнят. Я, например, со своей сестрой старшей разговаривала. Вот в образцах я прочитала одно стихотворение. Ей прочитала она. Мне продолжение прочитала. То, что не печаталось в этой книжке. Ну вот, такие дела.